Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в tower conquest так забежим на тренировку и заберем нашу команду так и сразу же выбираем отряд который будет дальше у нас тренироваться опачки секунду а что у нас в армии кто-то прокат сунь у кун получает у нас третью звезду друзья мои отлично это просто великолепно так что у нас за призы на арене так 15 ползунов плюс плюс ребята ну это все у нас есть это все у нас есть поэтому давай быстренько с тобой сейчас пробежимся в бой возьмем ну наверно самый первый отряд я так понимаю будет у нас да самый первый отряд выберем с тобой тогда уже и давай накажем их всех так выберем ну кто у нас пойдет пойдет первым на фехтовальщик я думаю пойдет фехтовальщик наверное первый и последний кто у нас будет хотя можно ползуна в принципе да давай ползуна выкинем фокус не удался ну ладно фехтовальщик сам дойдет и уничтожит вражеский замок все ты сам видел все прекрасно никаких проблем не было потому что уровень маленький у противника так это нам не нужно так ежедневные испытания слушай если я не ошибаюсь некра у нас по-моему прокачано это не жить да ребята она по максималке у нас так что я не пойду на ежедневные события ну просто незачем идти не вижу смысла в этом а ух ё-моё тут еще играть и играть я думаю что мы сейчас тобой до портала добежим добежим конечно так здесь у нас епископ босс я наверно возьму вот этот отряд с богини солнца и я думаю что уж епископа мы накажем мы должны его наказать но для этого придется хорошечно усилиться для этого возьмем вызовем на первую очередь таракошу там же лучника у него да еще есть этот меня не волнует нисколечко ханыга мелкий я наверно сейчас буду еще копить знаешь на что я буду копить на богиню солнца ну сразу же ребят хочу ее призвать здесь мы можем сделать вот так вот лучший шум оказали но паладин я не думаю что здесь особо будет буянить тем более когда богиня солнца там сейчас будет жаркой из них делать а вон и епископ и лис но богиня давай уничтожай всех там крестьяшек тех несчастных давай еще вот так вот сделаем и будет просто великолепно все но я смотрю на по пятнам уже побежал естественно все накрыли мы его медным тазом единственная проблема ребят что она очень медленно двигаться она пока доползет пока в жарит в общем все сам прекрасно видишь а в остальном в принципе никаких упс нареканий у меня нету гриф он чуть было не подбил мне кстати мою богиню солнце своим этим вызовом феникса все никаких проблем абсолютно ребят так что мы продолжаем мы продолжаем забираем само собой здесь сундук подданных и смотрим что он здесь выпадет так эльфы ну эльфы вот единственно кто мне здесь нужен это эльфы потому что они у меня ребят не собраты еще и как бы мне хотелось бы на их получить по полной программе чтобы они были прокачаны у меня до сотого уровня так ладно кого здесь призвать давай я возьму его сетки опять таракушу ой-ёй ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй бфг шкает друзей бфг и первым что она сделала это бомбанул своим лучом Не прокатил фокус, да? К сожалению Видишь, что вытворяет? Шпарит лучом только шорох Да-да-да-да-да-да Сейчас мы этого щитобота завалим Еще призыву на всех случаях Таракушу И думаю, что теперь уже 100% будет победа Давай самурайчика вызовем еще Все, ребят, сами понимаете, смотрите Хлам, вдребодан По-другому не назовешь Так, а я продолжаю Второй этап Здесь прибавляется у него молотильщик То есть, вначале вызывал я молотильщика Теперь вызывает он И нам надо будет сразу же кого ставить Против молотильщика, в принципе, ребят, ниндзя хороша Ну и, по-моему, самурай тоже неплохо Да, ребят, самурай выдержит Натиск А вот это вот, конечно Пакость очень бесит меня Ну, я именно про БФГшку, ребята, говорю Смотри, что вытворяет Ты вот просто полюбуйся Давай-ка, наверное, вот так сделаем Чтобы этой БФГшке было неповадно Молодец, самурай Упал в истерику Круто Идем как никогда Очень, ребята, хорошо Молодец, что мы и погиб, но он циркуляр успел выпустить Давай еще тогда ниндзя позову Для профилактики, так скажем И выпускаем с тобой корни И еще плюс один самурай, который идет Все Тут, конечно, мы немножко долго Как говорится, дрались Но победа была за нами Так что переходим на третий этап Где прибавляется, ребята, бомбер У бомбера Ну, ты знаешь, да Что он просто, ребята, летит Он бьет Не именно по врагам А бьет в определенные точки Ну, как бы он летит и просто стреляет Если под его бомбежку не попал То тебе повезло А вот если ты попал Вот, смотри, видишь У него нету какой-то цели определенной Бомбить именно в моем противнике Он просто идет и Поливает тут своими снарядами все Все везде И это очень бесит Бесит его вот эта вот непредсказуемость Я корни выпишу на всех случаях Потому что мне не нравится, как они тут себя ведут Самурай все-таки мой упал, к сожалению Но мы бфг... Вот, смотри, видишь Тут нам повезло Мы успели бомбануть Бфгшку эту Задри, паную Самое висяло, когда она бомбит своим лучом Вот этим вот, через весь экран Это, конечно, вообще жесть Там такой пробивная мощь идет Слушай, они что-то тут вообще раздухарились, я смотрю Не на шутку, одну за другим выпускают Я думаю, что все, крышка Да, разбомбили В хлам, в труху, в пыль Понимаешь, в пыль просто мы их И у нас предпоследие Здесь прибавляется, ребята, хилбот Но Что я могу тебе сказать? Ты знаешь прекрасно, кто такой хилбот И с чем его едят И ты знаешь, что если он стоит сзади Того же самого щита бота Это, ну, так скажем Крутое подспорье, скажем так Этого хламона лучше, конечно, побить Нашим Таракоша Во-первых, он его очень быстро уничтожает Очень быстро Блин, идет, идет, идет Еще и бфгхо там летит Дай-ка я попробую корни выпустить Видел? Вот что она делает Вот такая вот она мразь Два раза подряд он зафигачил Нормально? А кто их там так как захиливает-то? Вот это называется, друзья мои, жесть Если сейчас у меня молотильщик не выпустит пилу А он не выпустит Как ты видишь Трэш Мне нужна пила Мне нужна пила, чтобы она вылетела Чтобы она уничтожила эти бфгшки все Потому что иначе никак, ребята, не... Е! Вот это вот уже другой разговор Совсем, ребята, другой разговор Но опять же, опять же нужно вот ловить кого Потому что сейчас начнет тут духарица Будет плохо В заморозку их всех Да-да-да-да-да-да-да-да Вот так вот Не даем им спуску Есть Я уже думал, что все, ребята Не успеем мы по времени Но, слава богу, у нас все получилось И забираем нашу... Забираем нашу награду Офигеть, я вперед, батьки, в пекло лезу Еще не успел отыграть, а уже за призом Побежал Так, слушай, ну здесь вот, наверное, придется Взять Вот этот, наверное, отряд Хотя Не стоит Вот этот можно, кстати Вот этот можно, но Я, наверное, все-таки возьму этот Потому что здесь, ребята, опять же Бфгха, который бьет через весь экран Ну, как бы, такое себе удовольствие И, во-вторых, если этот чудище выйдет Ядерный робот Хоть он и медленный, как ты знаешь Но по нему нужно очень много наносить дамага Чтобы уничтожить Поэтому ведьма здесь, я думаю, будет Для нас Самое то Как говорится, офигенное подспорье А вот если бы еще Ронин выбегал бы В истерике Цены бы ему не было бы Так Ай-ка, хорошо, ребят Бежит, бежит, бежит Я слышу, слышу, слышу Наказал Наказал И этого наказал Все Значит, победа здесь будет за нами Потому что, ну Больше он здесь ничего не сможет делать Не успеет просто Топово Топово прошли Ну что, заберем нашу награду тогда Сундук робота И здесь нам выпадает Ерунда Выпадает нам ерунда Потому что это все у нас Абсолютно прокачано И теперь, друзья Территория Режите Чумная мышь Плюс голем Против чумной мыши Мне кажется Здесь надо брать Паладина Да он, в принципе, и против голема Тоже пойдет Очень даже неплохо Так что вызываем А следующим Кого бы я, наверное, позвал, друзья Это будет Тыквоголов Нет Нет, нет, нет Всадник на журавле Всадник на журавле Точно Блин Отлично Этот оглушенный стоит Мы начинаем уже бомбить И я, наверное, сейчас вызову Нашу друидку Успею Наверное, не успею, ребят Да Придется так делать Главное, чтобы... А кислота наносит в сторону по замку? Я вот не понял По-моему, наносит Да Она наносит кислота по замку По-моему, урон Так что нам, грубо говоря Повезло, что Чумуха бомбила Где-то вот здесь ед Если бы вот тут он ближе был Мы бы, наверное, получили бы урон Все-таки А пока все замечательно Да, я не спорю Голем, конечно, очень такой Специфичный персонаж Он вроде бы как и танк Он хороший, когда, знаешь В каком случае Когда у него идет отхил У него есть пасик, ребят, на отхил И если она срабатывает То Это круто Он себе восстанавливает все время хп То есть ты его бомбишь Он себе восстанавливает за руми Но если не срабатывает То он ватник Блин, вот этот призрак Замка Морисвили Он меня раздражает Вот опять же начинается, ребят Опять же вышел Голем Нам нужно срочно паладин И паладин Сейчас будет получать удвоенный урон Потому что этот призрак Будет его бомбить Постепенно Если мы только через оглушение Его не пропустим Но оглушение, как ты видишь Не срабатывает Конечно же Ну как же без тебя-то, чумнуха Без чумнухи-то Ну никак вообще нельзя, понимаешь? Давай, давай, давай Тыквоголовый Поджигай землю под ними Вот Ну и чумнуху теперь раздавите Просто и все А дальше, как говорится Концы в воду Мне нравится, что тыквоголовый Очень быстро идет Вот У него это большой плюс Он не как вот этот Паладин или еще кто-нибудь Он очень быстро идет Доходит до цели Или та же самая баллиста Помнишь, да? Он еле-еле там Э-э-э-э Ну правильно, на горбу Потаскай-ка баллисту на горбу Ты еще не так западешь Опачки Служитель тьмы И собственной персоны, ребята Перекачивальщик Вампир Можно его называть как хочешь Черное и белое По-всякому Но это очень Он ватный В плане физухи Но очень силен В магических Вот этих аспектах А именно Перекачка ХП Причем он очень мощно Бьет на перекачке Так, давай попробуем Сделать таким вот образом Вот Идет Друидку я, наверное, сейчас позову Я сейчас его Перетяну сюда О-о-о-о Друидушка у меня появилась Теперь я, ребята, ничего уже не боюсь Мне уже все Я не победим Сейчас мы будем тут Отхиливаться Да что хочешь будем делать Потому что Друидка сейчас будет Выставлять тотемы А под ее силой Под ее защитой Аурой Нам все Нипочем Иди сюда Пшикает он там мне Друидка не может Атаковать Она не может, ребята Как-то за себя Постоять У нее единственное Что она может вызывать Это тотемы Но поверь мне Этого ей Достаточно Чтобы Сделать нашу армию Просто неуязвимой Просто Божественно Смотри Куча тотемов И Никто ничего сделать не может Там Отталкивающий Хилищик Там каких только тотемов Она не вызывала Так А здесь у нас прибавляется Некра Еще одна старая корга Которая меня раздражает Особенно Когда она погибает И у нее Срабатывает Эта-та Смертельная ульта Когда много колобков Вылетает Причем колобки Такие жесткие Это бесит Да А так По физухе Опять же Ребята Она вата Ее Наверное В легкую Сможет Разобрать Мне почему-то Кажется Что Садник Нужен рублей Вообще С ней Блин А он Сразу Прикрылся Прикинь Он сразу Прикрывается Так что Давай мы Сделаем Таким Таким Нужен 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 сделать. Так же, кстати, тыковголовый тоже ее очень быстро разбомбит. Иди сюда, е-мое. Сидит там, что-то вызывает мне. Колдует. Что, голем? Все, попался. Вот тут и оно. Так, друидку вызываем. Вызываем друидку. Ну, ты посмотри, как хорошо идет. Не, всадники на журавле, конечно, имба. Против всех наземных целей всадник на журавле просто имбища. Да, у него не очень большой урон, но наземники его просто не могут уничтожить. Да, чумная может легко. Грифа может их легко разбомбить. Ну, извините меня. Паладин может, да. Наземник, ну, паладин он, да, имеет свойство такое бомбить. Чего ему не следует. Так, ребята, я что-то немножко погорячился здесь. У нас же тут старый дядька, старый воин. А я... А я пошел сюда с друид... Ну, в принципе... В принципе, с друидкой. Ну, можно, наверное, выиграть. Где-то этот старый, единственное, что он... Его удара одного достаточно, чтобы уничтожить все тотемы. И мало того, что ты знаешь, он же еще оглушает. Он очень сильно, ребята, оглушает. А, эти испугались. Я думаю, что это там произошло-то. Так, надо копить нам тогда на друидку, получается, и ее вызывать. Чем быстрее, тем лучше для нас. Друидку я призвал. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Давай-ка вот так вот. Я не хочу, чтобы этот хмырь хилял. А он будет хилять, мы-то знаем. Видишь, что он творит? Но он не справится, ребят. Не справился, старый хмырь. С нашими отрядами. Видел, только что оттолкнули тотемами, мы его выкинули. Да все, тут тотальный разбор идет. Просто великолепный. Просто белиссимо. Так-с. Давай, наверное, тогда вызовем еще паладина. Победа за нами, друзья. Что тут можно еще сказать? Да, старый дед не выдержал нашего, конечно, нахрапа такого, знаешь, мощного продвижения. Просто сдулся. Что очень меня порадовало. Ну что, у нас нефритовая долина. Блин, 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 копейщик плюс тигр. Ё-ка, макарек, ребята, я не знаю даже. Ну, давай попробуем. Этот отряд совсем сюда не идет. Вот совсем. Фехтовальщик, конечно, будет поначалу тут, ребят, задавать жарку. Потому что он их бомбит. Но... Ну, ты видишь сам, да? Блин, надолго насок не хватит. Мне надо хотя бы одного джиггерна. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я еще жду, жду еще одного джиггернаута хочу позвать, ребят. Давай, ползунок. Есть. Салина. Получилось, я немножко не того ждал, но... В общем, я доволен. Этим исходом битвы. Здесь храмовый пес. Храмовый пес. Блин, не очень хорошая затея. Ладно. Первым пойдет фехтовальщик. Подожди, хотя... Давай попробуем, может быть, на джиггернаута я успею накопить. Давай, 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 ма, накопись. Слушай, ну, есть контакт. Есть контакт, друзья, но его могут напугать. Хотя он у нас не из пугливых. А что это на нем? Кровотечение какое-то висело на моем джиггернауте? Я что-то не понял. Так, тигр, успокойся. Причем тигра мы так и не поймали в клетку. Слушай, быстро. Быстро мы с вами раскачепали. Опять же, я этого, так сказать, не предполагал. Давай-ка дальше двигаться. Ой-ёй. Все, ребят, тут, по-моему, мы приплыли. Ронин. Тут Ронин. Ну, что будем делать? Вызывать, наверное, нашего первого. В первую очередь попытаться. Ну и кто чей Ронин победит? Мой! Красавелла! Ух, красавелла! Он сейчас будет на этих Ронинах, ребят, здесь играть. Молодцы. В два смычка сыграли. Это вот убери отсюда свою гадость. Ты видал? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Чем прикрыться-то мне? Есть, слава богу, успел. Иди сюда, хайкать будешь день в туалете, ё-моё. Хайкать он мне там. Ну, понятно, что тут. Да он запарил уже, заколебал. Ну, ударчик, еще удар. Удар, еще удар. Такой фильм, помнишь, был? Удар, еще удар. Или лучший из лучших. Помнишь такие фильмы старые? Да, раньше было круто, конечно, такие фильмы смотреть. Сейчас бы я их и даром бы не стал смотреть в нынешнее время. А на тот момент это... Ты че, это культовые фильмы? Кобра, ё-моё, со Сильвестром Сталлоне. Мода, помнишь, там зубочистку. Ну, в наше время спички были. Спичку в зубах там. Так, а че я радуюсь-то? Подожди, у нас же тут... У нас же Ронин. Ну, согласись, Ронин отнимает столько здоровья у тигра. Я считаю, что это круто. Луч. Луч красавчик. Он делает свое дело безотказно. Двоих сразу, прикинь. Хе-хе-хе-хе-хей. О, подключился, красавчики. Вот видишь, кислота была, ребят? Кислота наносит он все-таки замку. Но она должна быть именно... В самой вот... В самом замке, так сказать, действовать. Так, что у нас тут? Богиня Солнца. Богиня Солнца. Ну, че, попробуем? Не забывайте, не забывайте про Ронина. Все время нужно за ним бдить. Выбежит псих этот или нет? Слава богу, он не выбежал. Слава богу, он пошел просто... А вот мой... А вот мой красавчик. Вот мой просто красавчик. В коем-то веке он решил пробежаться. Ну, здесь... Здесь, да. Эй-эй-эй-эй-эй! А вот так вот не хотите? Делаши такие пришли вдвоем. Ниндзя и Ронин. Такая комбо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Это плохо, ребята. Это плохо. Ведьма, без тебя никак. Давай-давай-давай там своих зомбиков. Кулешего-то, блин. Ну-ка, выкуси. Все, съела, блин. Чучундра. Будет мне тут еще выпендриваться-то, посмотри. Поехали, поехали, поехали. Никаких промедлений мы ей тут не даем. Слушай, ниндзя, ты заколебала оживляться, а? Так. А у моей ведьмы там сколько здоровья-то? Я даже не знаю. Готово. Ну что, ребята, забираем нашу награду тогда, получается, здесь за нефритовую долину. Нефритовая империя, точнее. А-а-а, мы прошли. Слушай, воблер. Так, бот с ракетой. И всадник на журавле. У нас, ребята, 215-й портал. Квест завершен, странник. Ну что, у нас долина подданных здесь. Территория нежития. Нефритовая долина. Территория роботов. И два раза повторяется у нас долина подданных. В принципе, ребят, меня устраивает. Мне, по мне, лучше пускай будет долина подданных, чем нефритовая долина. Потому что в нефритовой долине это начинаются вот эти вот ронины, самураи и тому подобное. Че-то как-то я... Че-то я очкую Славик, одним словом. Лучше мне вот этих, давайте. Обычных крестьянов да плодинов. Видишь как, оп, синхронно так легли баеньки и все. Давай еще попробуем так, двоих сразу же. Не вышло. Мещник оказался сильнее, чем фехтовальщик. Ну, зато я могу сделать вот так вот. Опа, и до свидания. А тут просто уже пойдет расколбас капитальный. Монетки-то, знаете, бэмс, взорвался. Что и требовалось доказать. Так, запросы здесь. А тут что? Призови, призови подданных 75 раз. 75 раз. То есть, пока я вызвал 70, да? Еще 5 нужно. А подданные, это вот у нас фехтовальщик. Это подданные, насколько я помню. И все. Из этих только у нас фехтовальщик. Блин, я не успею, да? Давай так попробуем. Шикарно. А тут дальше, да? Конечно же, Джиггернаут. У него руки на шарнирах. Есть там у него кульцы. Блин, да сейчас копьем толкнет моего зомби. Нет, не толкнул, но они взорвались все там. На вам! Клетку! Джиггер, ты что там встал-то? Что-то Джиггернаут встал, просто затупил. На месте. Давай-давай, прям в здание. Так, десница короля. Ну вот, я выполнил, ребята. Я вызвал пять раз этих подданных еще. Поэтому десница короля тоже выполнена. Заморозка. Оп. Она нафиг никому не нужна, да, была? Заморозка моя. До свидания. А ползун, кстати, когда летит, он еще по сторонам смотрит. Глазами там водит. Возюкает. Так, у нас третий этап. Энергия, 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 энергия. Дайте мне энергию. А у нас только одна энергия осталась. Вот на этом отряде, ребята. Только лишь одна энергия. Этот отряд топ, поэтому... Что тут? Что тут можно сказать? Вызываем мага-война. Которая идет их и топчет. И топчет их всех. Блин, ну, понятно дело, этот оглушать сразу же начал. Сразу же на глушняк бомбить, да? Так, вызываем нашу чумнуху. Лучница Эть. Не повезло ей, потому что она не успела, ребят, поджечь ни одного из моих противников. Из... Из... Ни одного фейла не было у нас. Вот что я тебе хочу сказать. То есть... По красоте. Сейчас посмотрим. Может быть, все-таки где-то энергия еще откатилась. Где? Хоть одна. Нет, ребят. Нету. А, во. Нет, ребят, я ошибаюсь. Вот. Есть. Но... Блин, вот тут, кстати, фейл может быть. Почему? Сейчас увидишь. Во-первых, ребят, у нас... Этот. Вот. Да-да-да-да-да. Вот. Чем я его должен контролировать? Ну, в принципе, Джиггернау там можно. Ну, да. В принципе, а почему бы и нет? Единственное, что мы его здесь можем контролировать. Но, насколько я помню, он сейчас будет вызывать еще. Давай так сделаем. Вот. Здесь он уходит в инвиз. Здесь мы с тобой вызываем. Он проявляется. Бомбит и взрывается. Можно позвать, конечно, еще... нашего этого... Жнеца. С жнецом-то я сомневаюсь, что он справится. Блин. Вот этого я не понял. Смотри, мы вроде бы как в клетках поймали, и в то же время эта клетка почему-то не срабатывает. Почему такое происходит, непонятно. Все. Хана Мандрыга, как говорится, да, ребята? Ну что, одним словом, мы сегодня с вами очень даже неплохо поиграли. Выиграли все поединки и опять, как в тот раз, закончились у нас именно на пасты. Может быть, все-таки где-то еще откатилось? О! Есть, ребята. Еще откатик один у нас. Но здесь... Блин, тут же этот король. А у нас нет летающих. Богиня солнца вызывать. Корни. Корни здесь не особо хорошо нам будут помогать. Хотя... Они могут замедлить противника. Ну что, у короля? У короля такой пронзающий удар, насколько мы помним. Но очень мощный удар, если честно. Врать не буду, ребят. Удар довольно мощный. Ну где король-то, екак-макарек? Не хочет он что-то выходить. А, тут еще и этот... Вот жучара, а. А вот, ребятушки, и король пожаловал. Собственные персоны. А, по-моему, ему крышка, ребят. Да? Еще какая крышка? Медная. От котелка. Богиня солнца, ты тут уже, в принципе, не понадобилась. Все, ребята. Нормально. Вот тут мы, как говорится, дали им дрозда. Так, ну что, у нас лучник, копейщик, ну и 12,5 тысяч монет. Шикарно. Переходим с тобой на территорию нежити. Так, это нам не надо. Все, друзья. Значит, мы останавливаемся с вами на территории нежити. И, естественно, уже в следующей серии встречаемся и проходим. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok